Под палящим солнцем Руслан вместе с единомышленниками, такими же студентами БелГУ и Шуховцами, расчищают фрагменты здания. Предположительно, дореволюционные аптеки. Перед тем, как приступить к раскопкам, археологи проведли для ребят необходимый инструктаж. Теперь они с интересом рассматривают находки, черепки и детали металлических предметов. Сохранились даже останки домашних животных. В первую очередь, это практика. Любой историк, нам постоянно и старшие говорят, что историк, который хотя бы немного не погружался в археологию, с людьми познакомился, которым тоже это интересно. Кроме этого, в рамках, в ходе разработки этого культурного слоя мы находим кости, керамику, всякие интересные вещи и просто можно пообщаться по этому поводу. В целом, хорошо проводим время. Таких энтузиастов, как Руслан, здесь 15. Эксперты, археологи и просто молодые люди с разных факультетов. Их объединяет желание погрузиться в подлинную историю Древнего Белгорода. Из-за жары работать начинают с пяти утра. Студенческий археологический отряд «Риверс» приступил к работе на данном объекте 1 июля и будет на протяжении двух месяцев участвовать в археологических работах на объекте «Белый квартал». Парни в составе отряда занимаются копкой, а девушки — обмывкой грунта. Находок множество. Монеты и посуда разных эпох. Попадается церковная утварь и предметы быта 18-19 веков. Есть погребения. Фундаменты домов 50-60-х годов просто аккуратно обкапывают. Несмотря на внешнюю древность, исторического интереса они не представляют и будут демонтированы. А вот часть подвального помещения археерейского дома Святотроицкого мужского монастыря исследуют эксперты Министерства культуры. Возможно, в дальнейшем его поместят под стеклянный купол, как объект культурного наследия. Все раритеты требуют тщательной очистки и детального описания. На этот процесс может уйти несколько лет. Огромная работа. Отчет займет, на мой взгляд, не менее трех лет, то есть полный. Потому что помимо материалов, которые мы представляем, выполномоченный государственный орган, мы еще готовим полный отчет подробной научной институт археологии Российской академии наук. То есть, чтобы вы понимали, отчет по одному участку примерно 3-4 тысячи листов. Всего таких участков 30. У археологов нет доступа только к четырем из них. Работе там пока мешают дома, которые идут под снос. Все раскопки планируют завершить и до конца года, после чего начнут подготовку к строительству Белого квартала. Анна Свидовская, Влад Калинин и Эдуард Горелов. Программа «Таку идей» на Мире Белогорье. Продолжение следует...